За последние три года в регионе наблюдается увеличение поголовья скота. Производство мяса увеличилось на полторы тысячи тонн, молока – на пять тысяч тонн. Приобретена новая техника на 15 миллиардов тенге. Однако Акимобласть Эрмек Маржикпаев отметил, что этого показателя пока недостаточно. Молочно-товарные фермы мы отстаем, серьезно отстаем. Производство мяса, молока идет где-то 2-3% у нас из года в год мы прибавляем. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства достиг 3 миллиардов. Сумма небольшая, хочу сказать, в масштабе страны. Азамат, правда, не дал мне сведения. Небольшая цифра, 3 миллиарда мы даем. Есть огромный потенциал у района, надо его использовать. Представители районного управления сельского хозяйства отметили, что проблема вызвана небольшим количеством предприятий в регионе. На сегодняшний день здесь функционируют только две молочные фермы. Как следствие, доля производимой продукции тоже невелика. В настоящее время эта проблема находится в центре внимания. В ближайшие три года планируется увеличить количество производств в два раза. В ходе встречи были затронуты еще несколько острых проблем. Здесь, Ербол Харимович, одна из самых низких налоговых нагрузок на гектар. Есть такая очень серьезная проблема. Есть у нас лидеры. Вот ваш район где-то третий снизу получается. Надо работать. С учетом такого хлеба, который здесь мы получаем, одна из самых низких налоговых нагрузок. Мы видим, налоговая нагрузка вкупе получается. Кто у нас начальник управления госдоходов? Вы у нас начальник. Вот работать надо. Почему такая ситуация? Вы вообще анализируете, смотрите, какая ситуация у нас? Вот проанализируйте, посмотрите. Хорошо. Не уподобляйтесь тем руководителям, которые вы работали. Надо смотреть. И выравнивать надо эту ситуацию, чтобы она была вкупе с нашими областными цифрами. Одна из самых низких заработных плат. За последние три года в районе отремонтировано более 11 тысяч метров водопровода. 68 километров дорог на это из бюджета выделено более 500 миллионов тенге. В регионе активно развивается инфраструктура, решаются вопросы отопления и жилищного строительства. По инфраструктуре района в целом мы неплохо двигаемся, увеличиваем качество дорог. Отремонтировали ряд водок, так же, как в селе Улан, отремонтировали сети водоснабжения. Построили 8 тысяч километров жилья новыми квартирами. Мы обеспечили 70 семей самопытавцев. Очень хорошо. И в этом году, если мы сдадим вот эти 72 квартиры для арендной жилья, для социальных жильевых слоев населения, очень хорошая поддержка для района. Надо ускорить эту работу. По теплоснабжению мы двигаемся, новую котельную построили. По дорогам провели ремонт Владимировка, Богородка, Мадинет, Дорогинка, автомобильную дорогу к селу Мадинет мы привели в порядок. Несмотря на положительные изменения района, качество дорог по-прежнему беспокоит местное население. На выполнение ремонтных работ дорога автодорога Санкт-Петербург-Никольская протяженностью 18 километров. И нам бы хотелось бы знать, что будут ли выделены дополнительные средства, чтобы завершить ремонтные работы в полном объеме. Это переходящий проект. Да, на следующий год завершим. Мы за это отвечаем, деньги будут. Я вам обещаю, что мы завершим. Сейчас неплохо там начали выпуск водопрофессионных сооружений, начали ремонтировать. Ну, в целом, неплохо взялись. Подрядчик кто там у нас? Подрядчик кто? Артесант. Артесант представителя. Батрес, Нормеж, Мстер. 50% средств, то в июле, в августе мы можем выйти с разметками, знаками оттуда. Хорошо. Кроме того, на совещании обсуждался вопрос организации досуга молодежи. Сегодня в районе нет творческого центра. Функционирует только одна школа искусств. В прошлом году Ермей Барумбаевич и вы у нас были в гостях. И, наверное, помните, в каких условиях мы занимаемся. Дети у нас занимаются. И очень даже замечательно при этом. получая различные места в конкурсах разного уровня. У меня вопрос. У нас стоял такой вопрос по строительству центра творческого развития «Жестар». Будет ли он решен? Раз вопрос возник, он необходим. Вот сейчас сессия будет. Мы деньги выделим для начала строительства. А там, по ходу, будем ориентироваться. Хорошо? Спасибо большое. Спасибо большое. Я знаю, очень творческие дети у вас в тесноте, но такие талантливые. Будем помогать. Глава региона ответил на все вопросы и отметил, что возьмет на контроль выполнение ряда поручений. После встречи Ермек Маржикпаев провел прием граждан по личным вопросам. Я по поводу дороги, по Кашино-Хутору. Там осталось 900 метров. Ездить невыносимо. Во-первых, детей возят там. Смету мы сейчас делаем. Районная дорога? Она районная. Она ствердно, по сути? Да, ствердно. Вот эти 900 метров они, как были? Грядер. 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 Дождь пройдет, там весна-осень невыносимо. Детей возят по ней в школу. Маршрутка ходит. Ну, я сам езжу на маршрутке утром на работу. Невозможно. Смету сделаете? Да, исходя из этого, посмотрим. Сейчас в июне. Примерно стоимость какая-то… 28 где-то будет. 28 миллионов? Я думаю, возможно, все. Хорошо? Решаются проблемы не только в районном центре, но и в отдаленных населенных пунктах. В этом году в селе Полтавка будет построена школа на 800 мест. Из областного бюджета выделено более 500 миллионов тенге. Также в планах отремонтировать три культурных объекта региона. Агерин Бигенова, Мсудок Науразбаева, Дархан Мужубаев, Копшек Парад.